Ложь Ложь Отравляться заставляет недостаток культуры, воспитания, образования и воли. Правда, травятся и аристократы, и ученые, и великие писатели. Программа самоотравления может завладеть любым человеком, и умным, и талантливым, и волевым. Отравляющийся вовсе не безволен. Тому, кто уничтожает себя героином, ежедневно нужно вставать с постели, искать деньги на дозу. Этот жесткий режим иногда справедливо сравнивают с режимом работы менеджера. Воля у отравленного есть, но она захвачена программой и направляется против самого человека. Ложь. Люди травят себя из-за психологических проблем. Из-за проблем в семье, коллективе, из-за собственных внутренних комплексов. Правда. Человек прибегает к отраве, потому что так его запрограммировали. Ему внушали, что в определенных ситуациях, первый блок программы, нужно искать в яде утешение. Второй блок программы – эмоциональный. Был трудный день, устал? Отравись. Поссорился с близким человеком? Отравись, вот решение. Не сами по себе проблемы и сложности толкают человека к отраве, а программа. Ну и разве жизнь не показывает, что интоксиканты – не помощники? Это только в кино яд становится причиной прекрасной встречи. В жизни отрава разрушает судьбы и разделяет людей. Любые проблемы только усугубляются. Человек лишается главного, ясного разумения, трезвого ума. А они-то как раз и нужны ему, чтобы разобраться со своими бедами. Ложь. Люди травятся, потому что не занимаются физкультурой и спортом. Правда. Периодически спортивный мир сотрясают скандалы, связанные с интоксикантами. Спортсмены живут в том же обществе. Их также программируют. Они попадают в те же информационные ловушки. Скажу так. Стакан сухого красного вина только полезен. К тому же носители корыстных интересов давно оседлали спорт. Атлеты участвуют в рекламе алкогольных изделий. Мы видим, как спортсмены празднуют свои победы с алкогольной, а порой и табачной отравой. Что может быть лучшей пропагандой интоксикантов? Недаром пивные компании любят размещать свою рекламу во время трансляции футбольных и хоккейных матчей. Ну а пиво давно сделали атрибутом болельщика. Ложь. Алкоголизм и наркомания – болезни. Есть даже раздел медицины, называемый наркологией. Правда. Алкоголизм и наркомания – болезни странные. Доктора зачастую справиться с ними не способны. Но под угрозой потери работы, здоровья или семьи человек иногда перестает травить себя. Попадает в группу поддержки, меняет образ жизни и происходит чудо. Какая странная болезнь. Сравните с дизентерией. Приходят к пациенту и говорят. Заканчивай с диареей или от тебя уйдет жена, с работы выгонят. Выздоровеет от такого воздействия человек? Нет, конечно. Нужны медикаменты, лечение. А наркомания и алкоголизм у многих людей странным образом проходят без лекарств. И потом, если это болезнь, то тем, кто в запое, должны давать оплачиваемый больничный. Но таких людей чаще выгоняют с работы. И уж тем более не является нетрезвое состояние смягчающим вину обстоятельством, когда человек совершил преступление. А почему? Ведь больного надо лечить, а не наказывать. Если это и болезнь, то в первую очередь информационная. Не программируйте людей, не загружайте вирус в их умы. И болеть никто не будет.